Делиться опытом своим 10, 11, 12 шаги, пожалуйста, поприветствуем, да, будем. Никогда не держал у рта такие штуки. Первый опыт. Пронесло. Стесняйся. Всем привет, меня зовут Андрей, алкоголик. Привет, Андрей. Я не знаю, хочется сказать, что я рад быть здесь, но я никогда не рад быть тут, где я сижу, но я рад быть здесь. Для меня это так просто получилось, что такое особое место, и как-то попытаюсь связать это, наверное, с шагами 10, 11, 12, о которых меня попросили поделиться сегодня, и для меня это тоже был такой интересный опыт, потому что я на самом деле хотел спикерить, мне как бы дали выбор, да, на какие шаги там ты бы хотел за спикерить. И я выбрал другие, потому что я подумал, что те для меня самые сложные. И когда мне дали эти, я подумал, что на самом деле эти для меня самые сложные шаги, 10, 11, 12. Какое-то время назад, я не знаю, 5, 6, 7, 8 лет назад, я ехал из Канады на машине, я был один, и я сидел на такой отпуск. А я ехал, я погулял, я ехал, и у меня такая мысль откуда-то пришла вообще непонятная, что я еду и думаю, а где-то же здесь недалеко должен быть Вермонт, и должен быть дом, в котором, ну, жил-бил. И почему я это знал? Потому что в какой-то момент мне стало интересно, ну, где я вообще оказался, что такое анонимные алкоголики, и я начал очень много читать про историю, про то, откуда мы взялись, зачем мы здесь. Саша очень хочет, чтобы этот микрофон оказался у меня в рту. В рту, в рту. Я такой. Чтобы ты ровно в него говорил, потому что он, ну, кушководящий. И я подумал о том, что где-то здесь должен быть дом Вилла, просто вообще мысль. Я остановился, посмотрел по navigation, что мне ехать просто в сторону 45 минут, и я здесь. Ну, я думаю, блин, как бы, какой шанс посмотреть на дом Вилла. Я повернул и поехал. Я приехал сюда, и я приехал, и, ну, тут просто автобусы, люди. Я подъезжаю, я спрашиваю людей, что вообще здесь происходит, что это такое. Они говорят, ты что, не знаешь? Я говорю, да нет, просто свернул и приехал. Они говорят, мы празднуем день Вилла. Я говорю, здесь сейчас все. Я такой, блин, ну, прикольно. И тут все, короче, именно в тот момент, когда я приехал, все садились в автобус и ехали на кладбище, на могилу. И там было очень много людей, и играли они на каких-то, да, вот этих штуках. И потом мы вернулись и сюда все вместе, и здесь, Кирилл, на этом месте человек, которого там 60 с чем-то лет трезвости, он с Биллом еще как бы лично, да, там что-то выздоравливал. Он там книжки написал. Я помню, что я сидел здесь, и для меня, я понимал, что это какой-то подарок прям. Что, ну, вот столько случайностей вообще не может быть даже как-то вместе. И в то же время в моей жизни тогда происходили какие-то такие вещи, что, знаете, это как было как две жизни в одной. Я как бы вроде бы и в программе, и не в программе. И почему я в программе, потому что, знаете, ребята, которые говорили до меня, я очень как-то, мне очень-очень это близко. Когда я пришел, я вот, я сразу практически пошел 12 шагов, да, то есть на группы, на которые я ходил, и, наверное, так получилось, что у меня возникло это желание сделать шаги. И у меня как-то внутри тоже была такая вещь, что нужно что-то сделать, чтобы поменяться, потому что я не хочу больше быть тем человеком, который пришел в эти комнаты. Вот какие-то вот эти два... И причем это желание было внутри меня. Меня никто не заставлял делать шаги, там, или что-то даже делать не заставлял. Мне, кстати, это очень не понравилось, что у меня был мой выбор в этой программе. И проделав вот то, о чем ребята говорили до меня, первые 9 шагов, со мной что-то произошло. Я не думал, что так будет. У меня появилось внутри желание, что потому что что-то произошло со мной, попробовать что-то сделать для других людей. И это для меня как бы такая непонятная вещь, потому что я на самом деле вот такой вот человек, и я это осознаю сегодня, что я, в принципе, дожил свою жизнь так, как нужно было мне. И я не очень думал о других людях. Даже там, при каких-то своих лучших проявлениях, я все равно как бы делал вещи, которые были выгодны мне. У меня сформировались вот понятия по жизни, что, в принципе, если нету твоей выгоды, начались туда. И очень-очень много вообще моментов в моей жизни были построены именно вот на том, что я это просто хочу. Я хочу. И вот когда со мной произошла вот эта внутренняя перемена, я вообще не знаю, меня просто разорвало. Я очень не ожидал, что в этой программе могут случиться такие вещи. И я просто понял, что нужно с этим что-то делать. Я не могу это как-то держать у себя. И у меня стали довольно-таки рано в моем выздоровлении появляться люди, которые как-то... Ну, вот пришел, например, парень и говорит там, можешь помочь мне с программой? И я такой говорю, послушай, я шесть месяцев трезвый. Ну, это не по программе, мне помогать тебе с программой. И когда я приходил к людям, которые мне помогали, они говорят, где ты взял эти вещи? Ты сейчас, типа, придумываешь свои принципы какие-то. И говорят, ты можешь дать то, что у тебя есть, и ты не можешь дать того, чего у тебя нет. И они говорят, у тебя как бы есть 9 шагов, которые ты прошел. И они говорят, ты единственный человек, который сейчас, да, в твоем состоянии. Он не говорит по-английски, мы не можем ему помочь. Но ты как бы говоришь на его языке, и ты можешь ему дать то, что у тебя есть. И таким образом, вот у меня в то время начали, где-то у меня было, может, 5-6 месяцев, у меня начали появляться люди, и я в этом увидел какой-то смысл. Ну, мне сейчас очень трудно говорить об этих вещах, потому что я их считаю какими-то нелогическими. Я считаю их за логикой. Потому что это не я. Я, как бы, я зарабатываю деньги. Я там хочу. Ну, я хочу. Я живу теми вещами, которые я хочу. Поэтому вот все вот эти вещи для меня были очень-очень новые. И человек, который тоже мне был очень близок, он мне говорит, он мне сказал тогда такую вещь. Он говорит, это новая формула. Он говорит, я тебе могу дать новую формулу. Он говорит, я так живу свою жизнь. Но я знал, что он сумасшедший, потому что я когда на него смотрел, то есть я не понимал, как человек может быть счастлив в его положении. И он мне говорит, формула она такая, что твоя жизнь больше, как бы, она не твоя. Он говорит, ты сегодня, у тебя вот этот дар есть. И ты можешь сегодня помогать другим людям. О тебе позаботится Бог. И я такой, во-первых, я как бы не очень верю и доверяю Богу. Потому что, ну, всю жизнь я, как бы, это не была моя тема просто. Ну, просто этого не было у меня никогда. И вот эта формула для меня, на самом деле, она в какие-то моменты более доступна. И, не знаю, я к ней более открыт. И в какие-то моменты моей жизни мне очень трудно с ней. Да, то есть моя жизнь, это как бы не мое дело. Я пытаюсь сегодня помогать другим людям, да. А высшая сила позаботиться обо мне. Ну, как это? Это очень нелогично. Потому что я, как бы, хочу позаботиться о себе. И... Что просто получилось? Я вообще хочу сказать, что... Десятый, одиннадцатый и двенадцатый шаг, это, наверное, то, где я постоянно соскакиваю. Ну, мне, по крайней мере, это кажется. Потому что... О чем они вообще для меня? Это очень новая вещь для меня, что вот есть вещи, да, в жизни, которые не заканчиваются. Их просто нужно продолжать. Я такой человек, я это очень-очень много вижу вообще в жизни. Ну, просто формула примерно такая. Когда мне становится легче, когда мне лучше, я нахожу женщину, зарабатываю деньги, и вы меня больше не видите. Ну, примерно так. Да, и тут получается, что они говорят, когда тебе становится лучше, ты продолжай. Да, десятый, одиннадцатый, девятнадцатый шаг. То есть, эти девять шагов, которые ты сделал, это теперь становится такой, как формула для дальнейшей жизни. И я... Я не знаю, я начинаю просто... Что у меня получается, что я начинаю какие-то вещи отбрасывать. И что вот я замечаю вообще именно для себя, что я отбрасываю на самом деле самое важное. Потому что у меня очень часто это получалось в моем выздоровении, что программа выздоровения, духовная программа, она превращалась в программу самого совершенствования Андрея. Да. То есть, я начинался заниматься там своим каким-то... Ну, это же полезно, как бы следить за собой. И это же там... И мне кажется, что это... Сегодня, мне кажется, что это совсем другая тема, какая-то не наша. И я их часто путаю. И сегодня вот я очень сильно согласен на то, что я хочу продолжать. Потому что мне просто так легче. И мне очень больно и плохо, когда я это не делаю. Я сегодня вот как бы спикерю об этих шагах не с той позиции, что я их так хорошо знаю. И мне прям есть чем с вами поделиться. А с той позиции, что мне в моей жизни выздоровление становилось так херово и так плохо. Несколько раз. Что сегодня мне просто кажется, что лучше делать то, что предлагает программа. И как-то тогда моя жизнь нормальная. И я в этой программе попадал в очень темные места. И люди, которые со мной близки, они знают об этом, да. То есть у меня нет такой истории, что вот я прошел шаги. И как-то моя жизнь после этого стала стабильной и счастливой. Да. Сразу. И мы жили, ну как это, счастливо. Долго. Долго. И да. У меня как-то, знаете, может мне даже в чем-то это какой-то садомазохизм. И мне это нравится, да. Потому что я говорю, что я в этой программе остаюсь и человеком. Я спотыкаюсь, я падаю. Но просто я иногда сижу так с Богом разговариваю. Я говорю, Бог, ну почему у меня так? Почему мне так больно и херово? Почему я там не мог остановиться там полгода назад? Да. И вот мне кажется, что когда я сюда приехал в тот дом, в этот дом, да, это был какой-то знак выбрать программу. Но я почему-то решил, что все-таки я же так хочу пожить и построить свою жизнь сам. И четыре года назад я попал в такую, может четыре, не знаю, как-то время так идет быстро сейчас. Я попал в какое-то такое очень темное место для себя. Потому что я просто не знал, что со мной делать. И при этом я не уходил из программы. И я как бы, я продолжаю ходить на группы и довольно часто. И у меня, да, то есть есть люди, с которыми мы читаем книжку, и я от всей души пытаюсь им помочь. Но я понимаю сегодня, что в моей жизни, в ситуациях, с которыми я сталкивался, не было больше Бога. А была просто логика. Да. И я, наверное, сказал бы так даже, что свою программу я как-то поставил на паузу, потому что я как бы помогаю им, да, и как-то, значит, у меня может все нормально. Не знаю, я этот момент как-то, может быть, еще, я просто, мне кажется, сейчас еще в процессе всего этого. И я хочу сказать, что мне когда-то, пару лет назад, действительно было очень-очень плохо. И сегодня я совсем в другом месте. Сегодня мне прям очень хорошо. Я вот когда такой смотрю даже назад, я такой, блин, Андрей, что это было? Но я понимаю, что это я, я понимаю, что это моя реальность. Я понимаю, что как бы мне легко, ну, спрыгнуть туда, да. И, то есть, есть как бы две версии Андрея. Как бы лучшая версия и не очень хорошая версия. Но на самом деле это один и тот же Андрей. Просто он, куда я иду. Десятый шаг. Десятый шаг, это вообще на самом деле одни из моих самых любимых вот обещаний того, что я испытал в самом начале выздоровления, когда мне люди говорили такие вещи, что, типа, ты сумасшедший, что ты делаешь? Что я делал? Я, например, мог поехать там в какие-то подвалы, где жили алкоголики, съесть с ними и рассказывать, слушайте, ребят, ну, как бы, вы можете жить по-другому. Я там ездил на Брайтон, я разговаривал с людьми, я ходил по больницам. И мне говорили там, ты не можешь это делать, у тебя нет еще достаточного выздоровления. Но по мне что-то поменялось, что мне там наливали, протягивали руку. Говорили, слушай, брат, ну что ты гонишь, давай выпьем. И я говорил, что если вы захотите, вы можете прийти к нам на группы, и вы можете начать выздоравливать. И вот это вот то, что со мной произошло, это мне очень нравится в обещаниях десятого шага, что они говорят, что вы будете свободны. И я себе могу сказать, что я действительно это испытал, вот эту вот свободу от, свободу от алкоголя. И просто, чтобы сказать, я был таким человеком, который, ну, я готов был свою жизнь положить за алкоголь и наркотики. Я прям, я выбегал, у меня тяга была настолько сильная, что я, я сам закрывал себя в детакси, допустим. И я выбегал прямо в пижаме оттуда, настолько у меня была сильная тяга. И потом мог проситься обратно, чтобы меня взяли, потому что я не всегда понимал правила игры, по которой я играю. Но вот я был именно таким человеком. И я хочу сказать, что даже вот сегодня, вчера я слушал ребят, которые там кому-то объясняли, допустим, как человек может не употреблять сегодня алкоголь и наркотики. И я не знаю, как можно это объяснить, потому что для меня в натуре вот это еще до сих пор одна вещь, которая реально случилась со мной. А не это реально подарок. Я не знаю, как вот из того Андрея, да, то есть прошло буквально недолгое время, и был человек, который мог приходить к алкоголикам, садиться с ними за один стол и говорить, что ребята, вы можете жить сегодня по-другому. Когда я устраивался в свой последний реабилитационный центр, мне кажется просто, что Бог начал уже тогда ставить в мою жизнь людей, потому что я думаю, что дальше у меня уже жизни не было. В моем случае, мне кажется, было именно так. И я был в месте, где я попросил просто, чтобы меня отправили куда-то далеко от Бруклина, потому что я все равно сбегал и возвращался. И женщина, которая принимала людей в это место, она закрыла дверь, и она мне сказала такую вещь. Она говорит, Андрей, ты знаешь, что медицина бестильна для таких людей, как ты? Я как бы очень удивился, я говорю, слушай, ну ты же как бы тут работаешь. Зачем я тогда в этом месте, если ты мне не можешь помочь? И она говорит, ну она начала со мной говорить, и она говорит, это просто такая схема, она говорит. Ты идешь в detox, ты идешь в rehab, потом ты выходишь, ты срываешься, и ты здесь обратно. Она говорит, это схема, она говорит, ну большинство идут в тюрьму еще в этой схеме. И она говорит, ну это замкнутый круг. Я говорю, а что делать? И она мне говорит, что тебе может помочь Бог. И я, ну автоматически говорю, я не верю в Бога. То есть как бы тема закрыта. И я не знаю почему, ну то есть она не из AA, но она мне тогда сказала вещь. Она говорит, тебе не обязательно верить в Бога. Она говорит, ты можешь утром просить трезвый день и вечером говорить спасибо. Я не знаю почему, но это был мой первый опыт, когда я согласился на это. Я открылся к этому. И я начал это делать. Я это делал до сегодняшнего дня. Потому что я бессилен. И как ребята до меня говорили, это для меня, ну это моя правда тоже абсолютная. что на своей силе я та версия Андрея, которая просто выбегает из детакса в пижаме. Потому что то, что случилось, это сильнее меня и мне нужна большая сила, чем я, чтобы с этим что-то сделать. И когда я был на этом этапе выздоровления, одиннадцатый шаг, мне было очень непонятно, но я понимал, что это та сила, которая сможет меня удерживать от того, чтобы вот это случилось опять и меня унесло. И я начал пробовать, я начал ездить на ретрит и я начал искать Бога в очень разных местах. И ответ, который я всегда получал почему-то, это что Бога я должен искать внутри. У меня произошел один момент, который очень сильно, наверное, повлиял на меня. Он был связан с девятым шагом, когда я приехал делать извинения своему брату, которого больше не было, на его могилу. И у меня был свой, как бы, план, как я это сделал. Я подготовил какую-то речь и я сел перед его могилой и у меня произошел такой опыт, что у меня выключилось время. То есть я сел, ну, так перед его могилой, напротив, а когда я пришел в себя, я был где-то сбоку. И за это время просто, я даже не знаю, я не могу это назвать голосом или что, какое-то понимание или знание, что просто он мне такой сказал, что меня здесь больше нету, ну, меня нету в этой могиле. Говорит, у меня все хорошо и твоей вины нету. И это была самая-самая больная вещь для меня вообще. И когда я говорил с разными людьми, мне говорят, что когда люди убивают себя, то им не может быть хорошо. И знаете, у меня в душе был совершенно другой опыт. И я понимал, что это неправда. И сегодня вот для меня вот одиннадцатый шаг, он как-то, могу ли я то, что у меня внутри, сочетать с тем, чему меня учат другие люди. Если это, если я могу, то я у этих людей могу учиться. И сегодня я очень благодарен, очень благодарен многим людям в этой комнате и многим людям, которые есть у меня в жизни, что я могу учиться одиннадцатому шагу тому, что для меня, ну, до сих пор другой язык. То есть люди религии, люди, которые занимаются медитацией, люди, которые обращаются к Богу. И такая, наверное, важная тема для меня, что, опять же, есть вещи, которые я делаю как эгоист для самосовершенствования. И они не связаны для меня с тем, что я ищу волю Бога. Одиннадцатый шаг именно для меня об этом. Каждое утро одна из вещей, которые я прошу, это чтобы я мог узнавать его волю. Это очень трудный вопрос для меня. Я просто, может быть, даже попытаюсь как-то его рассказать. Может, из примера. Воля Бога, для меня она работает примерно так. То есть мы должны были когда сюда ехать. Я зариентовал машину, я знал, что у нас будет больше людей. И это была как бы Хонда, да, там какая-то. И когда я приехал, они мне сказали, извини, Хонды нет, но есть Кадиллак. Знаете? И вот мне кажется, что вот высшая сила, воля Бога, она работает примерно как-то вот так, что мой план, он всегда, ну, не соответствует. Я хочу сказать, что у меня очень много примеров, и я даже не знаю, почему и как это работает, но просто, когда я делаю эти вещи, и сегодня я стараюсь, да, ну, то есть у меня есть какие-то мои ритуалы, а есть какие-то откровенные вещи, которые, мне кажется, работают больше. Я, когда говорю об откровенных вещах, то чаще всего это просто, когда я выхожу со своей собакой гулять, я поднимаю голову вверх и говорю, помоги мне, потому что мне плохо. Да, и там, помоги мне, потому что я не знаю вообще делать. И я сегодня вот во многом живу жизнью, которую я себе сам не придумал. У меня такой самый большой пример, это два моих ребенка, которых я не хотел. Для меня был трава, когда мне говорили, что у меня будут эти дети, да. И вот если говорить, как бы, да, о тех вещах, которые мы не можем исправить, то, наверное, вот, как бы тоже, да, когда-то у меня была вещь, которую я даже не смог рассказать спонсору в своем тратном шаге, да. Я заставил женщину сделать аборт, ну, просто просто представил. И это было одно из моих самых больших таких, ну, я себя за это ненавидел, и считал убийцей. И было такое слово, что я это больше не сделаю никогда, да. И мои дети сегодня это вот лучшее, что у меня есть. Но просто опять же, вот, я не понимаю никогда волю Бога. Мне кажется, что мне легче живется, когда я просто такой, окей, я принимаю, поехали дальше. Но часто я как бы просто хочу побороться. И проходит какое-то время, я смотрю назад, и я такой, блин, я готов был отказаться от этого. Я готов был просто похерить эти лучшие вещи, которые у меня есть сейчас. Я не хотел их. И то же самое произошло вот несколько лет назад, когда мне было очень-очень плохо. И мне было очень плохо очень долго. И я скажу такую вещь. Я приехал домой, и у меня как бы, я просто понял, да, в большой книге говорится о двойной жизни. Я просто понял, что, ну, у меня две жизни. И одна это та, которую я, ну, как бы построил снаружи. И я живу там в хорошем доме, два ребенка, две машины. Ну, то есть, если вы сделаете фотографию, это American Dream. Да. А я прихожу домой, и я не хочу вообще быть здесь. Мне прям гадко. И у меня вообще не было такого выздоровления. Но где-то месяца три я просто сидел, и я думал, как я разгоню свою машину и там с моста, да. И мне было настолько страшно, что я поехал к врачам, они выписали мне лекарства. И ребята говорили об этом, и я очень, как бы, это очень нелегкий момент. Потому что я сидел, смотрел, и я такой понимал, что они могут мне помочь, они могут сделать мне сейчас легче. И я просто был вот этого чувства, что у нас программа одного дня, и сегодня я, как бы, продержусь. И я просто решил, что я новичок. Я решил, что я человек, что я не живу в бронежилете. И что со мной могут случаться такие же вещи, как и с другими, и со всеми, и я могу вернуться в эту программу. Я позвонил людям, и я попросил о помощи. И это был процесс, который продолжается и сегодня, но тут только уже совсем-совсем в другом варианте. Я очень радуюсь, когда прихожу домой сегодня. У меня самая, наверное, была трудность, девятый шаг, который я сделал сейчас в этот раз. Это идти с поговорить со своей женой. И я сел, начал говорить. И она мне говорит, слушай, тебе ничего не надо говорить, я знаю, что ты здесь. Я знаю, что все нормально. Потом, тема мамы, наверное, очень такая тоже. Каждый раз, когда я писал четвертый шаг, может, десятый шаг, да. У меня каждый раз была мама. И я каждый раз рассказывал одну и ту же историю, как она меня в детстве наказывала. И я просто сел, и я не знаю, может быть, так все прям очень долго со мной занимает. Но я просто такой сел и думаю, блин, сколько можно лет писать про это? И я убрал просто, я из этого всего процесса убрал Бога и сделал психологию. И я сел и такой, Бог, я не хочу больше злиться на свою маму. И у меня, короче, и друг ему когда-то подарил мне книжку. Я сидел, прям молился, молился. Бог, ну, помоги мне. И у меня эта книжка, я вообще плохо читаю книжки, поэтому у меня книжки как бы собираются. Они все собираются в одном месте, в кабинете у меня дома. И одна книжка у меня лежала отдельно. И после того, как я молился, я понял, что Бог мне не помогает в этом вопросе. Я пошел и я взял книжку. Мне показалось, что она лежит не на своем месте. Я должен был ее перенести обратно и просто положить со всеми другими книжками. Я сел, открыл эту книжку и начал читать. И там был ответ. Ответ на эту молитву. Ну, я это, не может, даже не осознавал тогда. Я, оказывается, знал, когда я прочитал эту книжку. И... Ой, одиннадцатый шаг. Я ехал в Бруклин, и когда я еду в Бруклин, мне обычно нужно заехать к своей маме. Ну, потому что это мама. Не потому что я хочу, а потому что нужно. Я, короче, ехал, и у меня было чувство, что я хочу заехать к своей маме. Я приехал, и мы нормально поговорили. И почему-то, ну, она очень любит что-то находить во мне не то. И в этот раз она ничего как бы не нашла не то. И... Моя самая большая претензия к ней была, что когда я... Что я должен был учиться на пятерке, потому что ей это нужно было. И она меня наказывала за четверки. И мы начали с ней говорить, и она мне рассказала историю. Она говорит, слушай, ты когда шел со школы, она говорит, я за два квартала видела, что ты получил четверки и уже готовилась тебя успокаивать. Я просто офигел. Я такой думаю, блин, ну это вообще не то, что я рассказывал на группе 15 лет. С этого момента, и это происходит сейчас, да, в моей жизни, я хочу заезжать к своей маме. Я выезжаю специально пораньше, когда я еду в Brooklyn на группу, я заезжаю к своей маме, и мы сидим, пьем чай. И для меня это вот сейчас новый опыт. Я очень рад, что так. Потому что, ну, я знаю, что очень долго было по-другому совсем. Двенадцатый шаг. Очень многие люди, когда говорят о двенадцатом шаге, это как помощь другим, да. И не знаю, я не очень буду об этом говорить. Может, там есть какие-то вопросы, но просто об этом написана глава, да, целая в книжке. Для меня двенадцатый шаг. Я вот расскажу, что трудно и как бы, о чем я, наверное, даже и не хочу говорить, но это, во-первых, для меня двенадцатый шаг – это обещание. И именно обещание программы, и то, что я даже часто показываю новичкам, что духовное пробуждение в результате этих шагов. Что значит для меня, что, когда я сделаю определенную работу, что-то у меня поменяется. И, как они пишут, это перемена в личности достаточно для того, чтобы излечиться от алкоголизма. И вот, то есть, это реальное обещание, что через работу по двенадцатый шагам у меня появится перемена в личности. И я излечусь от алкоголизма. И это обещание в самих шагах для меня. Вот эта первая прям часть двенадцатого шага очень-очень важна. А вторая – это, о чем, наверное, я никогда не хочу говорить. Это применять эти принципы во всех наших делах. Мне это очень трудно. Я просто… Вот один пример, который у меня на самый последний такой. такой, когда я писал идеал своей сексуальной жизни, то у меня два принципа таких стало. Может, не принципы, а качества. Это доброта и верность. Что все должно быть построено на этом. И я просто понял, что я не соответствую вообще ни тому, ни тому. Для меня это был, ну, какой-то неприятный вывод. Но я просто подумал, откуда вообще взялось все это. И я посмотрел на верность. Я начал пролистывать свою жизнь как бы назад. И зашел там в свои первые отношения. И в своих первых отношениях с девушками я вообще был таким человеком. И это знали другие, что, ну, если я с тобой, я с тобой. Все. Ну, ко мне не мог никто подойти, ко мне не мог никто там ничего сказать. Я с тобой, я с тобой. Поэтому у меня была девушка. И через какое-то время я там узнал, да, что она там спит с моими друзьями. И вообще не только с друзьями. И я в тот момент, я сделал такой выбор. Я сделал новый принцип в своей жизни, что быть верным это плохо, больно, никому не нужно. Что все твари, что никому нельзя доверять. И я построил очень большой кусок жизни на этих понятиях. И когда вот я это увидел, на чем я вообще формирую понятия своей жизни. Потому что столько у меня было примеров в жизни, которые были противоположны этому. Но я почему-то выбрал именно этот. И очень большая часть для меня сегодня, вообще понимание, то, что я вот делаю в шагах 10, 11, 12, это вообще смотреть на то, на чем основаны вот мои ежедневные вещи, да. И я когда вообще все это увидел, я такой подумал, блин, я похилил такой классный принцип, который у меня был когда-то. Ради чего? И когда я захотел к нему вернуться, я хочу сказать, что это не так легко было. И это был прям очень-очень такой, блин, ну тяжелый и болезненный процесс для меня. Потому что, если кто-то может проснуться утром и сказать, в сегодняшний день я буду верным. Я перед вами, ну честно, снимаю шляпу, прям как написано в нашей книжке. У меня лично это было не совсем так. И одним днем, да, то есть я хочу, чтобы было так, как у меня сейчас, например. Потому что, ну вот как учила меня эта программа, что сначала для меня это было выживание, да. И это прям такая база, выжить. Первый шаг, наверное. Потом это было эмоции и чувства, ну которые я разбирал. И большинство моих действий на этом этапе, они основываются на эмоциях и чувствах. Потому что это все, что я знаю. Но потом, опять же, да, через какое-то время, рост в этой программе, я понимаю, что ну я, это не мои эмоции, это не мои чувства и есть воля Бога. Да, ну и дальше, наверное, уже работают принципы. Начинаются принципы, которые за логикой. Потому что на самом деле вот сегодня мне как-то классно, что так. И очень большую часть своей жизни я прожил не так. Но это моя история. Почему так? Интересный вопрос, но я, наверное, так скажу, что 99% людей, с которыми мы читаем книжку сегодня, у них тоже так. И есть о чем поговорить. Спасибо большое вам. Спасибо. Андрей. Ребята, у нас еще достаточно много времени. У нас целых 45 минут. И поэтому...